голосование по первой теме которую я хотел бы обсудить кто-то видел кто-то не стал это смотреть неправильно сделал а появился такой видеосюжет неясной достоверности вот так вот я скажу человек похожий до степени вот смешение с дезертиром с бывшим дезертиром из чувака вагнер признается в своем предательстве после чего его казнят ударом кувалда по голове кувалда вот в контексте вагнера фигурировала первый раз по моему два или три года назад когда еще шли активные боевые действия в сирии и там тоже появился странный видеосюжет люди в масках ну явно говорящие по-русски они казнили кувалдой бородатого игиловца а потом его сожгли такая жутковатая была картинка вот помню даже у нас была дискуссия в эфире с олегом кашин признанным иноагентом а также разжигателем войны как это не смешно звучит кашин объяснял как это ужасно 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 какая то жуть 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 а я ему говорю что в общем ничего особо жуткого я в этом не вижу потому что русские солдаты сражаются с таким настоящим средневековьем в худшем смысле этого слова который выползает как квашня и победить это средневековье можно только средневековыми методами собственно что показывала история последних но так скажем двухсот трехсот лет столкновение западной христианской цивилизации с народами которые ну скажем так под задержались немножечко в других цивилизационных моделях вопрос следующий я даже не хочу обсуждать достоверно это видео или нет я так скажу вам собственно я об этом написал еще вчера у себя в телеге я надеюсь что она достоверная я надеюсь что это правда я надеюсь что его казнили потому что военное время предатели а это предатель из-за которого насколько я понимаю погибли русские солдаты конечно должен платить своей жизнью за предательство и никак не по-другому и никакие другие варианты вот я внутри себя принять не могу и мне не нужно втирать не про совет европы которому присоединились ни к принципам гуманизма они к монополии государства на насилие вот ничего не цепляется у меня за сознание вообще ничего не а не один из этих тезисов как-то вот лично меня не убеждают может быть вы не согласны со мной я вам предлагаю перейти в телеграм-канал мордан и принять участие вопросе у нас сегодня минуточка демократии и так нужно ли казнить предателей во время войны если смертной казни в уголовном кодексе нет три варианта ответа да нет не знаю но вот такой вот вопрос попробуйте задать его себе да нет не знаю предатели существуют ли предатели причем а вот не в том смысле в котором обычно мы здесь в эфире это обсуждаем предатели политические изменники родины политические прежде всего а это предатели вот в смысле военным то есть это человек который перешел на сторону врага открыто перешел на сторону врага в нога врага и вот это вот нужен ему ведь мало было просто перейти линию фронта из дации он медийной славы желал он там интервью активно давал ну получил посмертную славу какую хотел мне кажется так и должно быть еще вот что мне кажется вот один из вопросов которые риторических добрые русские люди задают нашей власти почему то почему все вот один из этих вопросов он звучит примерно так ну вот сбоу или украинский гур совершают диверсии стреляют в наших пограничников в белгородской области дашу дугину они в москве убили я еще раз подчеркиваю в москве они ее убили в москве не в белгороде не в донецке не в луганске в москве и в общем мы как люди с таким советским культурным наследием которые хорошо помнят про ледоруб меркатора и про судоплатова мы все хорошо помним мы спрашиваем а у нас-то специалисты где по тайным операциям они вообще есть они остались осталось у нас военная разведка которая уничтожает врагов и предатель может мы что-то не знаем может мы что-то не слышали может быть эти акции происходят тайно незаметно их украинцы замалчивают и мы о них тоже предпочитаем не говорить ну что-то меня мучают смутные сомнения и вот в том числе и в этом контексте лично я на этот опрос отвечаю да вот я как частное лицо не как журналист отвечаю да потому что лично мне хотелось бы конечно чтобы монополия на насилие было исключительно у государства и я бы хотел бы я бы мечтал бы чтобы российское государство было беспощадно к своим врагам и доставало их везде где только можно я абсолютно уверен в том что украинские летчики должны сниматься в балаклавах как наши снимаются но вы обратили внимание что вот наши летчики когда их показывают в хронике минобороны у них лица скрыт а украинцы ничего не скрывают и не только потому что они в пропаганду умеют лучше нас это само собой это означает что они не боятся никакой угрозы нет а у нас что есть угроза если угроза есть то это вопрос опять-таки специально обученным людям а это как вообще а почему а я знаю что есть угроза это правда но вот мне кажется что эти самые украинские летчики душ ладно с летчиками бог с ним офицеры гуру украинского чиновники и в первую очередь наши собственные предатели должны не пиво пить в вильнюсе и в женеве а должны прятаться по конспиративным квартирам перемещаясь из города в город под защитой я не знаю цру ми-6 всех разведок нато понимая что малейшая ошибка будет стоить им жизни там какой-нибудь илья пономарёв какой-нибудь старший гудков ходорковский михаил борисович они не должны вести вот эту вот обычную нормальную европейскую обывательскую жизнь их жизнь должна превратиться в ад и они каждую ночь должны просыпаться в поту видя перед собой какой-нибудь видеосюжет со скрипалем или еще с кем-нибудь из предателей вот так вот это должно быть мне кажется до 24 февраля это было совершенно невозможно и в общем все это было бы бряцанием словами в воздухе потому что мы были цивилизованной страной уважаемым членом международного сообщества участника международного разделения труда а теперь все это оказалось ерундой мусором и теперь все говорят о том что россию надо додавить не надо останавливать украинцев они празднуют победу так они не собираются оставил останавливаться вот так что такой вам сюжет такой вам сюжет про монополию на государственное насилие да у государства должна быть исключительная монополия на государственное насилие тут даже говорить не о чем хотелось бы наконец увидеть это насилие на практике тот самый случай когда неплохо было бы не то что власть употребить а показать что насилие она от слова сила они бессилия